Я рад приветствовать истинных ниндзя на канале Дамако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами посмотрим игру под названием Warframe. Я думаю данная игра не особо нуждается в представлении. Многие из вас про нее слышали. Кто-то в нее играл, а кто-то играет в нее на данный момент. Я тоже решил в нее вернуться. Меня не было в этой игре больше, наверное, двух с половиной лет. Я захожу и здесь все по-новому. Многое изменилось с визуальной точки зрения, а также механика какая-то изменилась. И это прикольно. Вы знаете, многие изменения мне очень понравились, некоторые не очень, но я думаю, к ним просто нужно привыкнуть. Вполне возможно это так. Попробую сегодня обозреть, что смогу. Расскажу, что смогу. Немножечко побегаем, немножко поиграем. Может и в вас, особенно тех, кто играл ранее, тоже проснется желание играть в эту игру. А может быть не проснется. Может вы скажете наоборот. Ну и ништяк, что я ее бросил уже и не играю в нее вообще. Те пять дней, в которые я в нее играл, они были ни о чем. Типа того. Так вот, дорогие друзья. Сейчас я вам покажу некоторые предметы, которые в принципе появились сейчас из нового. За два с половиной года накопилось много чего, особенно в Warframe. Их стало очень много. И некоторые из них прям ну очень реально. Те, которых я ждал давным-давно уже. Е-мое. Например, такие как. Вот, пожалуйста, это все новенькие, новенькие, новенькие. Вот она, Сариночка Прайм. Блин, я обожаю Сарину. Просто люблю ее, почитаю. Это суперский Warframe. Я очень хочу выбить себе Сарину Прайм. Я надеюсь, что я это сделаю. Сегодня будем, кстати, пытаться выбить одну часть ее костюма. Я думаю, наверное, это будет система. Потому что она выбивается вроде проще всего. И как раз, наверное, на видео нам хватит. Остальное все требует приличных затрат времени. И я надеюсь, что у нас все получится. Посмотрим. Сариночка очень крутая. Здесь выписаны все ее способности. Она стала покруче. Естественно, Праймовские модели все круче, чем обычные, стандартные. Мне с чем понравилось вообще Warframe, то, что эта игра не заставляет вас в обязательном порядке вкидывать деньги и что-то в этом духе. Да, эта игра условно бесплатная. Вы можете, конечно, сюда вложить реал, а можете не вкладывать. И все, полностью все выбивается в игре. Ну, не считая там скинов некоторых, да, там и тому подобное. Естественно, это нельзя покупать за игровую валюту. Приходится покупать за платину, специальную валюту. Но ничего страшного. Я думаю, в этом страшного ничего не вижу. Потому что здесь присутствует рынок. Люди продают детали и зарабатывают на нем. Опять зарабатывая платину. За платину потом можно покупать все, что угодно. Ну и этот круг постоянно вращается, как вы сами понимаете. Вот что я вам покажу сейчас из оружия. Основное... А, так это режущее оружие, да, у нас. Вообще, эта игра, это чистый слэшер мочилового убийства, расстреливания врагов в огромных количествах. И при этом зарабатывание различных предметов, всяких ништяков, ресурсов, за которые вы потом можете крафтить, создавать себе новые оружия, новых варфреймов. И опять так же разносить, раздавать. Как видите, оружие тут просто немерено. И это ведь только колющее, режащее оружие. Вы понимаете? Это только оружие ближнего боя. Их так много. И кажется, с некоторыми особенностями. Например, это плеть. Кстати, обожаю эту плеть. А теперь они ее сделали какой-то секура. Это, походу, принадлежит какому-то клану. Надо выбивать его через клан, через авторитет клана. Это очень круто. Какие-то совсем новые штуки. Это что такое? Это типа нунчаки, что ли? Да е-мое, это нунчаки. Вспомним Брюса Ли. Сразу же. Вот так вот. Брюс Ли. Отлично вообще. Так, что еще есть здесь такого? Прямо, ну вообще-то что-то такое, нечто грандиозное. Давайте глянем, что это такое. Вау, 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 вау. Что это? Что это? Это можно метать, наверное. Некоторые оружия ближнего боя можно кидать. Такие, как, например, Глефа. Некоторые другие вещи. Бумеранг тут есть боевой. Как бы можно бросаться вещами. И у плети, по-моему, тоже есть несколько видов атак, по-моему. На каждое, кстати, оружие ближнего боя есть специальная стойка. Если вы возьмете оружие, там, например, в две руки, ну или чисто выберите оружие ближнего боя. Есть различные стойки, которые позволяют вам вытворять такие пируэты с этими типами оружия. Это будет, конечно, очень круто. Но это чисто только на ближний бой. Также у нас появилось много нового огнестрельного оружия. Основного огнестрельного оружия, естественно. Странно, что у меня вепарь не... А, да-да, вепарь наболтала покупать за деньги, поэтому не качала. Атака, в принципе-то да. Ладно, вепарь, вепарь, вепарь. Что у нас еще здесь есть? Ну, видите, очень много, в принципе, всего нового. Вот это прям вообще Сибарис Прайм. Ё-моё, Сибарис Прайм. Я обожаю эту винтовку, просто люблю. И я... Вот у меня, видите, Сибарис. У меня даже проточено на несколько, по-моему, поляризаций. Ну, ладно, для тех, кто, короче, не играл в эту игру, эта информация никакой информативности не несет. Я понимаю прекрасно, но для меня это просто реально приятное удивление. Это очень круто, и мы обязательно его как-нибудь выбьем. А также... А, да, и еще пистолеты я вам покажу. Ну, для тех просто, кто не в теме, как бы, точнее все, кто в теме, для них это, наверное, информация будет интересна. Вот какое разное оружие новое появилось. Очень интересно, здесь я видел Лекс, парные Лексы. Вот, кстати, Акстилета Прайм, это прям Оу-Е. Алекс Прайм, да? Это тоже Аклекс Прайм. Это тоже очень круто. Вот прям, прям очень хорошо. У меня, по-моему, Аклекс-то и были. Я их качал, нет? Или таких даже вообще не было раньше, парных. Я что-то не помню. Не помню Лекс, а вот Аклекс не помню. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, нету, нету, нету. Есть только Лекс Прайм у меня, в принципе. Лекс обычный. Ну, значит, надо тоже убивать. Интересно бы посмотреть. Обожаю тип пистолет. Но, в принципе, он хорош. Я не скажу, что он прям супер-супер, но он неплох. Это хорошо, что есть теперь парники. Ну, это что касается. Также у нас есть партнеры, компаньоны. И они тоже есть. Новые коты появились. Ё-моё, коты, ребята. Теперь с котами можно бегать. Есть собаки, есть коты. Не знаю, почему у меня вообще эти коты здесь даже не светятся. Но вот есть еще и коты. Ну, и огромное количество модов, как вы сами понимаете. Я имею в виду моды. Это вот эти карты, которые улучшают различные штуки, нам вкусняшные дают. Это, конечно, очень круто. Также много всего в магазине. Но не в этом суть. Пойдемте, короче, я вам покажу. Сейчас новая система появилась. Новая система в виде добывания различных предметов. Как раньше из бездны мы добывали. Просто при помощи ключей. Ключи бездны мы брали и шли куда-то, например, качаться в эту бездну. Выбивать какие-то праймовские запчасти, чтобы потом из них крафтить. Теперь же все совсем по-другому. Теперь при помощи реликвии это все делается. Довольно-таки странная система, но она работает. Она, конечно, с одной стороны упрощает вам движуху. Во-первых, вы можете найти пати, даже не крича в городе там «А, пойдем со мной, короче, фармить». А просто сами прожали, и там вам игра найдет пати. И вы пойдете. Вот. Ну, плюс ко всему, опять же, есть шанс, большой шанс, например, выбить что-то. Как вы видите, вот голубые ниточки, которые здесь, да, полосочки, они показывают редкость вещи. То есть, например, Акстилета прайм, чертеж, нужно будет выбить, попотеть, как бы. Причем, кстати, мы можем улучшить. Например, сильное улучшение. Недостаточно. Так, ладно, плевать, короче. Что-то недостаточно. Короче, я хотела просто посмотреть. Да, вот, видите, я на дом вожу. И как вы видите, показывает, насколько растет это все значение. Типа, насколько оно будет усиливаться. Можно теперь усиливать эти вот реликвии, шанс выпадения в них будет выше. Пойдем мы с вами за чертежом, чертеж с Арина Прайм. Я очень хочу с Ариночку. Я прямо обожаю этого варфрейма. Я надеюсь, что мы с вами все-таки попадем туда надо. Это будет круто. Также здесь есть кузница. В кузнице можно ковать, как вы сами понимаете. Ну, про это отдельно, как бы. Сегодня будет просто тупо ознакомить. Точнее, даже не то, что ознакомительное. Сегодня мы просто поиграем. Я покажу, если вам будет интересна вообще тема варфрейма, то я расскажу чуть больше, например, про кузницу. Про то, как здесь вообще, что и где добывается. Или еще что-нибудь в этом духе. Мы с вами вместе подобываем что-нибудь. И повеселимся. Я, правда, не знаю, кого лучше взять. Давайте, наверное, я возьму. Просто Арина возьму. Арина проще всего им париться не надо. Это вполне меня устроит. Так. Я даже не знаю. Брать ли мне сумочку. Или взять что-нибудь другое попроще. У меня есть что-нибудь некаченное. Давайте-ка я гляну. Походу, я все вкачал, что у меня было. К сожалению. Но пускай будет Сома. Тут плевать, тут плевать. Так, ну погнали. Сейчас система такая. Смотрите, ну сейчас покажу. Садимся на карту. Карта меня сразу же напугала. А когда я первый раз ее открыл, я сразу сказал. Че? Вообще стало все непонятно. Где что находится. Куда что идти. Натыкаешь на планету. И там просто какой-то сумбур из этих вот непонятных звеньев. Ну, поиграв в нее пару вечеров, как бы. Да, я уже свыкся. И стало все довольно-таки понятно. Ну, в первый же вечер стало все понятно. Когда стали подразбираться в этом во всем. Оказывается, довольно-таки все просто. И, может быть, даже местами и удобно. Но раньше все равно нагляднее все было. Сейчас намного удобнее. Просто показывают, какие звенья вы можете пойти. Которые позволяют вам что-то открыть. Они подсвечиваются синеньким квадратиком. Видите, только мерцающим квадратом. Он даже сделает определенный характерный звук. И вы можете просто жмакнуть и пойти и открыть, например, дальше что-то там. Это те зоны, которые у вас не открыты. Которые у вас полностью закрыты. Они будут в виде замка. Как видите, вот здесь убийство голема Джордаса какого-то. Я не знаю, или Джордаса. Не важно. Мы с вами сейчас пойдем на другую миссию. Также здесь есть специально полотно миссии, который просто жмакайте. И просто куда нажмите, туда и пойдете, как говорится. Что у нас есть? Неродные датчики. Стоит это хорошая миссия. Можно на нее сходить. Зачистка, корпус. О, нет. Тут на Арчвинге. Я не хочу на Арчвинге сейчас летать. Да, кстати, тут есть Арчвинг, ребята. Но те, кто не знает вообще, то есть есть миссия, где вы бегаете, мочите все, как мы сейчас будем делать. А есть вообще миссии, где вы в космосе, в открытом космосе летаете на специальном аппарате, который прикрепляется к вашему телу. Вы там всякие тоже фентиля вы выворачиваете и мочите других противников. Это тоже довольно-таки забавно. Так, это борьба за территорию, это мне не надо. Вот, короче, как добываются теперь у нас с вами эти реликвии. Есть определенные зоны, которые называются всякие разрыв уровня лид. Уровня лид. Есть уровень меза. Это более крутой уровень. Как видите, здесь есть такие фрагменты. Вот здесь два фрагмента, такие два треугольника острых. Здесь три, то есть это третий уровень сложности, четвертый уровень сложности, а это, видимо, мега повышенный уровень сложности. И на разных уровнях сложности ты можешь использовать различные реликвии. То есть на самом легком уровне сложности ты не можешь использовать сильные реликвии. Я сейчас вам покажу. Вам сразу же, вы выбираете, вам сразу дают на выбор, какие реликвии можете использовать. Реликвии уровня лид мы можем использовать. если я выберу например моя задам и за то мне тут реликвии уровня мезо естественно уровне будут сложнее проходить будет посложнее и естественно и реликвии на бы использовать другие но мы идем сегодня реликвии уровня лид потому что как раз в первой самой реликвии сама простой то что такое мобильная оборона мобилка мобилка война корпус и общего слышу что замеси такие типа война я никогда такие не слышу зачистка есть давайте пойдем на зачистку зачистка проще всего возьмем вот это и погнали взять на миссию берем на миссию эту реликвию и теперь так подождите подожди приобретать давайте поставим группу начали я совсем забыл про это давайте группа поставим может как-то можно было по-другому конечно делать да парик по приглашению а я сделаю публичному сейчас сделаем откроем публично и погоним чтобы ко мне присонилось больше народа сейчас такая тема смотрите вот эти реликвии хитрые они работают по такому принципу вы берете с собой реликвию когда вы завершаете миссию с определенными условиями то есть вам нужно будет выполнить условия реликвии это надо будет собрать там какие-то осколки короче специальные осколки вы осколки разлома вы должны закрыть этот разлом выполняйте и выполняйте еще и основную миссию основная миссия у нас зачистка вот мы должны зачистку произвести и еще осколки разлома найти осколки по-моему выпадают из убийства монстров ну короче вы их просто будете находить даже замечательно она не будете так вот собрать осколки выполнять основную миссию заканчиваете ее и игра рендомит вам предмет который вы в который мог вам выпасть из реликвии и если также делаю 4 игроками с вами они тоже одевают эти реликвии тоже выполняют эту миссию то у вас будет на выбор 4 предмета то есть их реликвии и ваша реликвия которого вы взяли вам будут давать на выбор из тех моментов которые им выпали и вы и которые вам вы можете выбрать себе один из тех предметов любой и это ведь очень круто потому что ну то есть выбивать какой-то определенный предмет станет проще с одной стороны давайте возьмем и погнали взять на миссию да все ищем ищем и нашей команды есть выбивать будет проще на ней смотрите все взяли одинаковые реликвии например вы с друзьями взяли одинаковые и пошли например вам нужно одним и тем же например система так не на three системы и например чертежあっ стилета очень редкий его прекрасно понимаете что он выпадает редко и вы такие короче ну надо намотать и вот и по шнессе командой и выполнять это и естественно в итоге у вас есть больший шанс получить этот предмет но получается кажется тратят по реликвии это конечно минус потому что вам приходится этим и реликвиями ходить постоянно вы будете и вофармливать их. Раньше, получается, взяли один ключ, пошли всей пати с одним ключом, полностью прошли. И если, например, вся пати, у каждой пати есть по ключу, получается, вы можете сходить 4 раза на эту. И заработать 4 предмета, а теперь только один. Вот типа такая тема. О, смотрите, у него котейка. Прикольно, да? Так, куда там нам идти? Где там наше все? Ох, ребята, пошли. Забафаемся и погнали. Где там враги? О, ты враг, да? Враг. Оп, оп. С нами вольт, офигеть. А вольт это хорошо. Так, ага, куда нам надо идти? Сейчас ориентируемся. Слышу, слышу, где-то враг. Слышу, слышу, где-то враг. Опа, удар ногой. Сколько всего? Вот, пожалуйста, эти реликвии, они валяются, все-таки посвящаются заводным свечением на полу. Вы просто их собираете. Вот, видите, еще одна. Просто их собираете и все. Вот еще и здесь подберем. Еще прикольно, мне всегда нравилось в этой игре, то, что всякие финтеля можно вытворять. Двойные прыжки, кружки. Прыгать, отбегать от стен, как бы. Всякие вращения использовать. По-моему, это очень круто. Опа. Еще никто не знает, говорит, что мы здесь. Мы уже убили половину вашей армии, вы еще не знаете, что мы здесь. Ребятки, вперед ломанули. Это, с одной стороны, хорошо. Мы с вами сможем просто пробежаться в итоге и забрать всякое добро. Воу-воу-воу, еще реликвии. Нам надо собрать 10 штук всего лишь. Это полная фигня, врагов надо убить. 90. Это тут я встретил, вызвал. А ну-ка, иди в пень. Кто вызвал? Он вызвал. Давайте прожмем. Так. Так, так. Тут есть такая тема, короче, еще обезвреживать надо сигнализации. Хотя, может быть, даже стоило и оставить ее включенным. Тогда больше бы врагов пришло и быстрее мы их убили. Давай, братюня, догоняем пацанят. Одним уже всех поубивали. Давай. Кто тут живой-то? Есть хоть кто? Мы 10 уже, кстати, собрали. Нам уже надо только эти примеси выполнить. Бежим, несемся. Они быстренькие. Ну, на вольте. Они на вольте бегут. Вольт бежит очень быстро. Вольт самый лучший стартовый, наверное, варфрейм, который есть. Если вы еще не начали играть и вам предложат, например, взять вольта, берите сразу, короче. Я вам гарантирую, вольт просто бомба. Так, куда они побежали? Нам же наверху. Я хочу дать кому-нибудь порожек. Где хоть кто-нибудь? Дай пса хоть одного поймать. А, во-во-во, вот они, ребятки. Мы уже догнали их. Удар ногой! Рина красавчик. Рина просто красавчик. Он... У него очень мощная защита. Плюс ко всему неплохой контроль. Удар ногой. Приляг. Лично я кайфую от этого персонажа. Я не скажу, что он самый лучший. Мой самый любимый это все-таки Сариночка. Я ее просто обожаю. Где-то он еще пес. Это Эксимус. Эксимус это специальные враги такие, покрепче. Можно сказать, типа микробоссы. Ага, ага. Точка эвакуации уже, что ли? А мы что, все выполнили? Да, походу, ребята. Мы уже все выполнили. А там меня ждут, да? Да я пришел. Все. Смотрите, нам дают теперь на выбор разные штуки. Что есть такое? Брейтон, Прайм, Ствол. Титранис. Тигрис. А, Тигрис Прайм. Я такой даже, кстати, не помню. Есть это? Ну, давайте возьмем плечо. Плечо почему бы и нет? Тигрис. Я что-то не помню, кстати, насчет Тигриса. Ну, а вот эта Баллистика Прайм, верхнее плечо, у меня вообще ее нет. Так что, я думаю, что мне в любом случае это пригодится. Раз они все за него голосовали, возможно, это редкая какая-то вещь. Шиш его знает. Вот мы, пожалуйста, с вами и слетали на одну из миссий. Довольно-таки быстро, естественно. Миссия, ребята, 72% урона кто-то нанес, просто ломился, ломился и всех мочил. Я так думаю. Я даже не знаю, кем он, кстати, играл, что-то персонаж у него был. Мы покинем... Почему я зашел в магазин? Давайте покинем группу. Так, все, все улетели. Красиво, кстати, сделано. Сейчас корабли прилетают. Когда вы в компании, например, в группе, вот здесь, получается, везде портуются ваши товарищи корабли. Это выглядит просто бомбезно. Ощущения, конечно, вот прям впечатления. Очень крутые от всего происходящего. Насчет, кстати, улучшения ваших карточек, ваших модов. Теперь нет такого, как раньше мы формили ядра, и за счет ядер, например, мы какую-то карточку качали. Или, например, за счет парных карт прокачивали какие-то карты. Например, если вы хотите прокачать карту, ну, любую из этих карт возьмем. Пускай это будет токсичная обойма. Если вы хотите прокачать токсичную обойму, вы берете, соединяете две карточки, и у вас у вас уже первого уровня. Потом надо в уровне, ну, как бы, знаете, в альтметической прогрессии вам нужно будет уже четыре карточки и так далее, и так далее. Ну, короче, вы поняли, да, меня, мою идею? Так вот. Мне какое-то письмо пришло. Теперь этого не надо. Сейчас совсем другая система прокачки. Она, с одной стороны, проще, с другой стороны, наверное, нет. Приглашение в клан. Ну, я отклоню. Мне в клан, конечно, надо, но я пока не знаю, в какой надо идти. Я сейчас не понимаю особо сильно, как, какие... Раньше что-то там были какие-то вроде лунные, горные кланы. Сейчас, как это все выглядит, я не знаю, какой самый крутой под названием, там, теневой клан или какой-то там. Но я когда вот разберусь, тогда, наверное, начну вступать. Так, ну что, теперь, короче, по-другому все качается. Теперь есть какие-то специальные очки. Вот видите, они вот так вот выглядят. И они распыляются. То есть, карта распыляешь, получаешь вот эти очки. За счет этих очков качаешь. Я могу просто на примере любой другой карты показать. Давайте посмотрим, кстати, по... 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 Почему-то посортировать. По редкости. Цена тип ранг. Давайте по рангу. Ну, например, вот эту я хочу за... Максимально прокачать, да, грубо говоря. Упрощенное мышление. Так, выберите еще один, четыре. Выберите мод, чтобы... Это что, слияние? Вот, слияние, да, надо выбрать. Надо выбрать мод. Слияние. И теперь, смотрите. Я, например, хочу до следующего ранга качнуть. Я просто беру бах-бах, плюсики делаю и все. И мне показывает, что я должен потратить. Я трачу вот столько, 23 тысячи вот этого ресурса. И плюс ко всему, 1 миллион сто с лишним, короче, офигеть его в рот, сколько денег. Вот так вот, ребята. Очень дорого все, очень дорого, это точно. Ну, ничего страшного, я думаю. С этим можно отражать и бороться. Погнали и еще куда-нибудь сходим. Куда мы можем сходить? Да мне, в принципе, это никуда особо-то и не надо. Я хочу фармить, просто вот хочу фармить вот эту сориночку свою. Мне больше ничто не нужно. Пойдем еще раз. Пойдем к с сориночкой. Мобильная оборона, война, корпус, зачистка, корпус. Да опять так же пойдем на зачистку. На зачистку проще всего, тем более компаний. Просто идешь, просто режешь, убиваешь и нормально. Но могу для вас чисто показать мобилку. Давайте мобильную оборону посмотрим. Мобильная оборона, кстати, неплохая вещь, довольно-таки веселая. Вообще разнообразия миссий здесь очень много. Мобильная оборона, оборона, зачистка, захват, перехват. Есть шпионаж, короче, где надо вообще беззвучно проползти, пройти мимо всяких датчиков, хитро пропрыгнуть, запрыгнуть, отпрыгнуть. Кого-то там бесшумно убить и отключить, получить данные. Это очень крутая штука, конечно. Ну, реально, здесь разнообразия очень много. Здесь присутствуют рейды в этой игре. Также есть различные усложненные миссии, различные ивенты. А также сейчас ввели новую супер большую крупную локацию, на которой тоже очень много всего. Вплоть до рыбалки и раскопков. А давайте тоже. Мы тоже. Летим на миссии. Так вот. Короче, разнообразие сейчас большое. Всего хотите занимайтесь. Но эта игра реально, она дает вам, знаете, она не ведет вас за руку, мол, вы должны выполнять вот это. Вас просто выкидывают в мир и говорят, делайте все, что хотите. Ну, спасибочки. Упс-а! Кто-то поставил на энергию. Ой, спасибо большое. Таблеточку. Ну, погнали, ребята. Что тут терпеть-то нечего? Мобильная оборона, е-мое. А он уже ломанулся? Подожди. Кто-то пошел, кто-то взял с собой передатчик. Он под контроль взял? А он не кто играет? Тут у меня ребята, кстати, в принципе неплохие. Я тут все фотографирую, хожу, понимаешь? Оу, е-е-е-е-е-е-е-е. Вот, кстати, как раз кто хочет вырастить все псинку, тут надо выполнять определенные задачи. Найти логово собак Удар ногой Я буду убивать Всех партийский ударом ногой, потому что это проще всего Это у Е хорошая атака 30 секунд мы должны с вами продождать Вот эту консоль мы не должны дать уничтожить К нам будут переть враги с разных сторон Но так как это уровень миссии Ну очень слабый, тут нам вообще ничего не грозит Мы так просто по фану Приди хоть кто-нибудь Ё-моё О, во, гринирка бежит Пейк, пейк, в коленочку Да блин, в коленочку, в коленочку Давайте мне ресурсы Естественно на более крупных миссиях Но намного сложнее Особенно на выживании каком-нибудь Когда вы идете на долгое время Это реально очень забавно и интересно Когда огромное множество врагов вам надо как-то выжить Вот это я зря Угар на бой Вот и все Ну я люблю тогда Я люблю бить ногой Кто не любит бить ногой Качаются персонажи тоже по-разному Здесь можно любого, например, героя Вот своего варфрейма Вы можете прокачать как, например, в контроль Вот, например, тот же самый Рина Вы можете прокачать его Так, мы наши уже ушли, да? Минута две уже в другом месте Можете прокачать, например, того же Рина, например, в контроль Можете прокачать его чисто в броню Чтобы он был очень живучий и мощный Чтобы удар ногой был очень сильный Или, например, в баф можете качать его Вот в этих вот штуках собаки водятся Которые я фотографирую, как видите, да? А и собак, когда убиваешь, из них падают яйца Из этих яиц можно сделать... Собаки убиваешь, получаешь яйца Это что, враг, что ли? Мы его убили А вот, из этих врагов... Ой, из этих собак, короче, падают, выпадают яйца И вы можете потом даже селепсинку вырастить И с ней вместе бегать И она тоже будет приносить вам много пользы Так, с нами еще и Эмбер бегает, я понял Я уж сразу извиняюсь за нубство какое-то мое Я в плане о том, что там по стрелушке я стреляю криво Но, все-таки, дорогие друзья Я не играл в эту игру уже довольно-таки долгое время Да давай уже умрите тут все О, вы в памяти, что ли? Прямо из ниоткуда, парень? Ты что, ты откуда взялся? Из ниоткуда Не играл я довольно-таки долгое время в эту игру Так это наша, да? Position Так, пойдем пособираем Что там, 7 из 10 я собрал Можно поразрушать И всякие, кстати, из этих вот блоков Они, кстати, только на земле водятся И собаки И вот эти вот их гнезда Из этих вот гнезд Может выпадать различные карточки Именно для собак Для улучшений То есть для их каких-то усилений Там, например, чтобы вой был сильнее У псины, например Или что-то еще Ну, сами понимаете Тут Вот я пытаюсь что-то вроде вам рассказать Но сами понимаете То, что за одно видео Ну, нереально все Тут очень много всего Что это все просто Ну, нереально рассказать об этом Во всем Смотрим пока чисто просто за тем Что выбью ли я сегодня Хоть чуть-чуть на сориночку Хоть что-нибудь на мою дорогую Любимую красоту Тут Тулечку Тут Тулечку Или нет Вот это самое главное Ну, что там? Кто тут? Есть кто? У нас с вами осталось 4 секунды У меня 9 осколков Почему-то И... Где еще один? Вон, я один еще вижу Миссион комплит Можем наваливать Все, можно уходить отсюда Валим на корабль Э, кто-то меня сделал Из меня сделал Пиксельного чувака Я не согласен Я бафаю И бью ногу Вот этот, кстати, персонаж Был самым первым Моим персонажем Которого я купил Кстати, купил его За реальные деньги Это очень крутой Никс Прям, ну, очень крутая Мне очень нравится Она до сих пор мне нравится Обалденный персонаж Контроль Но раньше она была Вообще имба Теперь, конечно Она не такая крутая Как была раньше Раньше она была имба Раньше она садилась В свою сферу Вообще не могли пробить А теперь сделали Что если какой-то Ограничение по урону То есть, если это Сильно большой Крупный противник То она просто Бесполезная Она умирает Вау, вау Кто-то метку поставил Там что-то очень вкусненькое Есть Что это такое Это отфотографировать Надо, да? Я могу это подобрать О, ништяк Ну, естественно Ну, естественно Мы можем просто Если у них какие-то Редкие вещи попадаются Мы можем поставить На нее маркер И остальная команда Будет знать Что здесь лежит И как видите Ребята это делают Форма, форма Так Бёрстн прайм приемник Лекс прайм ствол Я даже не знаю Кстати Бёрстн мне не сильно нужен Я возьму, наверное, Лекс Потому что Хоть у меня он один и есть Я знаю Что сейчас надо делать Отклекс А отклекс делается Из двух лексов Наверное, пистолетов Я предположу Что он делается так Я не знаю точно Возможно Он делается так Поэтому Как бы Мне возможно Придется два пистолета Полностью лексовских Собирать Праймовских Ну Не везет пока Пока не везет Хоть и вероятность Довольно-таки высокая Нам что-то Чего не попадается Это была мобильная оборона Как видите По аппаратам бегаем Ставим Наслаждаемся Можно еще куда-нибудь Побегать по-быстрому Давайте сразу же Пойдем Еще на одну Какую-нибудь миссию Такую же простую Война Корпус Понятия не имеет Что это такое Мобильная оборона Зачистка Что еще есть Гринер Перехват Раскопки Корпус Так, ребята Давайте-ка мы Отклонить Я Покину отряд Нападите Посмотрим Что такое Война вообще Что Вот это фак Что война из себя представляет Что нужно сделать Взять миссию Убивать Ну на этом Способны Она что Типа для одного Тихо-тихо-тихо Походу Походу На нескольких Кырков Тоже рассчитано Но почему-то Мне одного Закидывало Я не знаю Ну как бы Я просто Не хочу один Потому что Давайте Отменим Миссию Что-то Деда Забожило Что ли Почему не хочу Ити один Потому что Видите Как В четвером Когда идешь Есть больше шанс Вытащить Что-то полезное Смысл Ходить одному Вообще Не вижу Взять с собой На миссию Поиск отряда Все Может никто На войну Не ходит Типа Да нафиг Нам нужно Идите В пень Со своей Войной Причем Кстати Если Вы Прошли На миссию И вы Решили Например В середине Покинуть То у вас Ваша Реликвия Она у вас Не заберется Она никуда Не исчезнет Пока Вы ее Не вскроете Она у вас Никуда Не исчезнет А для того Чтобы Вы ее Вскрыли Вам надо Чтобы Вы миссию Уполнили Полностью Уполнили Все условия Сейчас посмотрим Что нужно Сделать На этой Войне Война Гринер Корпус А две Стороны Будут Воевать А может Какой-то Из этих Сторон Будем Тоже Воевать Убить 10 врагов Выстрелами В голову Так Куда Там Куда Там Ну-ка Войт Ты Враг Да Враг Еще Один Враг Так Подберем Что Здесь Ни Кашин Вкусненько Лежит Что Еще Так Десять Врагов Убито Тридцать Я Это Могу Разрушить Оуе Тут есть Какие-то Блоки Из которых Падут Ресурсы Это Нововведение Которое Я Раньше Не Видел Так Пцы Да Щит Так Отключение Плавно Погнали Дифпень Предметы Давай Давай Так Ладно Уезжаем Вниз Я думаю Что Нам Вниз Надо Так Мы Что Поедем Нет Мы Не Можем Ехать Да Я Что Зал Не Не Каченные Свои Какие-то Кунаи В руки Так Бежим Мой помощник Все фотографирует Прям не может Он без Селфи Так Что нам Еще Нужно Я За Чуваком Чуваком Смотрю Вау 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 Парень Ты Че А ну Ко Отдохни А Че Ты Здесь 33 120 Так Врагов Убито 120 Врагов Надо Убить Фигеть Че Ты Все Фот Прикрати Мне Вот эти Ну в принципе Я специально Его и взял Это Для Как он Называется Короче говоря Это Для Специальных Для изучения Я когда Слишком Много Перефоткаю Видимо Я узнаю Что конкретно Из этих Ящиков Ну не Видимо А так Я знаю Что так Будет Я узнаю Что из этих Ящиков Точно Может Падать Я могу Например За ними Ходить И так Далее И так Далее 10 штук Я выбил 48 120 Народом Мы убили Надо уходить Отсюда Чем Мы тут Скачем Вон же Точка Указана Бежим Сюда На лифте А ну Ко Открой Мне Лифт Перезарядим Поехали А Говорят Точка Нет Все Нормально Будет Тут Все Правильно В нужном Месте Воу Эй Псина А ну Не прячься Кто тут Есть Кто живой Народ Живой Есть Че Всех Убил Что ли Всех Убил Задача Там В голову Надо Выстрелить А ты Всех Убил О В голову Нет В брюхо Ему Попал Славно Уходим Пулеметчица Отлично Так Немно Не Сюда Пенч Нет Что ли Убил В голову О Что-то Еще Добыли А Вон Куда Хитро Но Забавно Открывайте Мни Мой Сушарабу Я Пришел Мы Все Глубже Глубже Кстати Уезжаем Мы Заметим А теперь Выше То Глубже То Выше Можно Определить Так Все Уже Все Убиты Враги Мы Можем Просто Уходить Все Наваливаем Ну А на Братюню Не буду Заставлять Ждать Все Нас Тут Двое К сожалению Нас Двое Никто Видимо На войну Не Ходит Всем Лень Убивать Такое Количество Врагов Ну В принципе Это Нормально Я бы Сам Не Пошел Если Бамбы Не надо Было Показать Кто Луду Всех Убил Только Что Всех Убил Из Автомата Проклятый Хитрец Так Я не Понял Нам Наверх Это Мне Что Надо Наверх Забраться А Вижу Вижу Так Или Не 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 Сильно Я Вижу Да Походу Не Очень Пока Понимаю Как Надо Туда Запрыгнуть А Точка Там Я Вижу Я Понимаю Надо Как-то Забраться Наверное Как-то Есть Попроще Способ А Вот Лестница Ну Е-мое Ты Че Дает Да Хочу В голову Попасть Так Ну Все Все Ухожу Давай Бежим Братюня Там У нас Уже Чувак Заждался Ты Секунды Пипец И Что Ооо Носитель Прайм Носитель Кстати Хорошо Носитель Это Хау Носителя Нет Я Носитель Возьму Носитель Прави Мне нужен Значит Получается Я выполнил Все-таки Миссию Видимо Где-то Надо было Куда-то Я не знаю Почему Меня Засчитали Я По-моему До выхода Так и не Добежал Но В любом Случа Он Полетел И нам Дали Ну Прекрасно Смотрите Чертеж Хароу Кстати Каркас Нашел Помимо Всего Это Тоже Один Из Героев Который Можно Пособирать Раньше Падал Везде Огромным Количеством Насколько Я помню Как же Его Звали Ох Сейчас Не вспомню Как звали Этого Персонажа Ну Посмотрим Сейчас Система Отлично Носитель Это Хорошо Очень Хорошо Носитель Мне нужен Я люблю Этого Маленького Помощника Так Ну Что Пойдем Посмотрим Как же Его Звали Абирон Абирон Во Абирон Абироша Люблю Абирона Абирон Клевый Но он Падал Везде У меня До сих пор По-моему Валяется Там Столько Запчастей От него Где-то Он тут Был У меня Абироша Теперь Он Есть Кстати Абирон Прайм И можно Будет Его Взять Ну Со Временем Естественно Собрать Вот он Ой Красавчик Ой Красавчик Ну Красавчик Жену Красавчик Мужчина Вообще Игра Отличная Не знаю Она Отлично Развлекает Она Не напрягает Нет Чего-то Такого Сверх Сложного Что нужно Выполнять Все Довольно Таки Просто Бегайте Мочите Веселитесь Прыгайте Стреляйте Кому Нравится Экшен Динамика Эта игра Вообще Подойдет И Пве Тут Нет Пвп Практически Его Нет Тут Есть Некоторые Арены И Борьба За Территорию Но Это Так Все По Минимуму Что В принципе Вы Даже Ну Я Не знаю Поучаствовать В этом Ну Крайне Сложно Я Не знаю Особо Сильно Я бы Не стал На это Рассчитывать Даже На Пвп Контент Здесь В игре Здесь Конкретно Эта игра Чисто На Пве Рассчитанная Ну Что ж Дорогие Друзья Давайте Закончим Пожалуй На этом Не знаю Понравилось Ли вам Это Видео Вообще Понравилась Ли вам Эта Игра Или Вы В этом Вспомнили Может Ностальгические Китновки На вас Накатили Понятия Не имею Пишите В комментариях Я все Про это Конечно же Прочту И узнаю Сразу же И может Быть Мы Продолжим Серию По этой Игре Я В любом Случа Буду В нее Играть Захотите Ли вы Смотреть Это Посмотрите Не захотите Ну Значит Нет А с вами Был Станислав Не забывайте Подписываться Комментировать Делиться Естественно Ну а Также Жмакайте Колокольчик И Всем Целую Всем Всем Обнимаю Я уже Начал запутываться Всех Целую Всех Обнимаю И всем Пока